Здравствуйте! Наши дети активно используют гаджеты. Так ли пагубно влияют гаджеты на развитие наших детей, как мы себе это представляем? Сегодня нам поможет разобраться в этом вопросе педагог Нелли Пашинян. Нелли, здравствуйте! Здравствуйте! Мы живем в век, когда не избежать общения с гаджетом. И маленький ребенок, который рождается в семье, если даже у него нет собственного, он может использовать мамин, папин, любого взрослого человека, который находится рядом с ним. Потому что сотовые телефоны есть у каждого. Пагубно или не пагубно, это уже вопрос времени, сколько он с ним проводит время, ребенок маленький. Ну, чем старше, тем лучше, конечно, потому что совсем маленький ребенок, ну, скажем так, младшего дошкольного возраста, он просто его берет в руки или в лучшем случае рассматривает или что-то там ищет, а в худшем случае часами смотрит мультики, пока мама занимается своими делами. Это пагубно. Вот этот вариант пагубный. А другой вариант, когда он взрослеет, он развивается, он понимает, что там есть коммуникации, там есть функции, которые можно использовать. Вот в этом случае можно просто его перенаправить. Перенаправить его интерес к данному телефону или к данному планшету и попробовать использовать его во благо. Ну, например, там вместе с папой пофотографировать или с мамой, сделать какую-то презентацию, какой-то мультик, какую-то историю создать. То есть времяпровождение именно с ребенком и перенаправление его, конечно, будет его развивать. Избежать в современном обществе и полностью поставить преграды мы не имеем возможности. Если даже есть родители, которые это делают, я вас уверяю, что в школе ребенок все равно находит лазейки, где он может взять телефон друга, зарегистрироваться в соцсетях, посмотреть то, что нельзя смотреть и так далее и тому подобное. То есть ребенок находит лазейки. Поэтому лучший вариант и в воспитании, и в сотрудничестве – это просто посмотреть и найти общий интерес. И обязательно делиться с ребенком, как говорили раньше, что такое хорошо и что такое плохо. Объяснять ему, рассказывать. То есть строгие, жесткие, такие необъяснимые запреты не только по отношению к гаджетам, но и к любому предмету, к любому тому, что для нас тревожно, оно имеет свои последствия. Все нужно объяснять, аргументировать и находить альтернативу. Альтернатива – это прогулка, альтернатива – это папа откладывает с мамой телефон ребенок, у нас сейчас время без телефона, гулять, смотреть, благодарить за то, что вокруг нас и общаться без телефона. Потому что вокруг стола сидят все с телефонами во время обеда и даже в глаза друг другу перестали смотреть. Вот это опасно, вот это очень опасно, пагубно влияет. А когда в семье, например, есть экологические дни, именно вот день без гаджета, день без соцсетей, и они себя обозначают эти дни и соблюдают все правила. Правила можно разработать всем вместе, ребенок, родители, чем мы будем заниматься. Потому что современные люди говорят, а если мы их отложим, то чем мы будем заниматься? Вот наполнять такие дни. Ребенку, конечно, становится интереснее живое общение. Опасно, вот опять же, опасно просто жить в этом мире, в электронном мире, в этом экране. А безопасно это больше общаться, больше уделять друг другу времени, но и не страшиться того, что ой-ой-ой, он взял в руки гаджет, что же с этим делать? Просто перенаправлять. Нелли, спасибо вам за эти актуальные и полезные советы. Редактор субтитров А.Семкин